Друзья, всем привет! Сегодня у нас, точнее у меня, в общем, мы с Михаилом очень долго пытались встретиться и поговорить про психологию, психотерапию, психологию спорта и, как правильно говорить, спортивная психология или... Есть раздел, который называется спортивная психология, но мы, наверное, будем говорить по-другому немножко, потому что спортивная психология, насколько я понимаю, это, ну, не понимаю, я знаю, это такая часть науки психологии, которая занимается подготовкой спортсменов, адаптацией, то есть это работа на результат, то есть вот есть спортсмен, он работает на результат, у него есть массажист, психолог, тренер... И к жизни это как бы не имеет отношения? К жизни не имеет отношения в рамках тех вопросов, которые мы сегодня планируем разобрать, это немножко другое, да. Вот так, в общем, как вы поняли, Михаил Москвин у меня в гостях, точнее, сегодня выпуск с Михаилом Москвиным. Миша, кроме того, что мой хороший друг, он еще и большой спортсмен во всех смыслах этого слова, проходил Ironman и марш-броски мы с ним ходим, он поучаствовал в организаторской деятельности год, наверное. Целых два сезона, да. Целых два сезона, да, Миша был одним из организаторов стартов А1 в Санкт-Петербурге и, кроме этого, Михаил дипломированный психотерапевт. Да, врач-психиатр, психотерапевт. А, врач-психиатр, психотерапевт. И это у нас, извини, что перебиваю такой секрет, что в России психотерапевт, если он настоящий психотерапевт, он не может не быть психиатром. Ну, то есть это как, знаешь, вот ты стал сначала врачом, да, потом психиатром, поработал психиатром, и потом ты можешь поучиться, доучиться стать психотерапевтом и работать уже психотерапевтом. Такой был какой-то там приказ Минздрава номер 505. В общем, психотерапия вещь сложная, и такая, мало кто ее, честно говоря, обсуждает. Поэтому мне было очень интересно, тем более, что мы с Мишей давно общаемся, и очень интересно снять с ним видео из как раз серии влогов с врачами о психотерапии, о спорте и вообще просто поговорить на интересные темы. Как, скажи мне, вообще сейчас в России по поводу психотерапии, как отношения? Потому что у людей общей массы, я имею в виду, потому что мне кажется, что вот было такое, может быть, оно и сейчас есть, что если ты хочешь обратиться к психологу, к психотерапевту, то, возможно, у тебя не все в порядке с головой, и значит, правильно будет. Ну да, значит, как бы это плохо, и об этом, во-первых, никто не говорит, что он как бы, ой, я хожу к психотерапевту, и все такие, оу, окей, не оставляйте меня с ним вдвоем. Вот. Что вообще, какая сейчас ситуация в мире психотерапии в России у простых людей? Ну, я скажу, что мне кажется, что тренд меняется. Вот этот, во-первых, ну, здесь способствует ряд таких культуральных факторов, в том числе, там, просмотр американских телефильмов, да, где есть такая фраза, что, как говорит мой психиатр, мне нужно управлять гневом, например. Ну, и люди, конечно, это видят, понимают, как-то впитывают, и появляется некоторая культура потребления, в том числе и медицинских услуг, в которые входит и психотерапия тоже. Ну, не стоит забывать, что и вообще, я считаю, такая культура потребления медицинских услуг всех в России, она растет, и становится информирование врачей шире. То есть, например, есть пациенты, которые говорят, такие уже, ну, более возрастные, 30-40 лет назад, нам никто не говорил, что это, например, там, паническая атака. Нас лечили кардиологи, неврологи, еще кто-то. То есть, сейчас наши коллеги-врачи-интернисты, как их называют, то есть, не психи-специалисты, они направляют к нам, в том числе, пациентов, с которыми... Врачи общей практики. Врачи общей практики, да, Борис, как наш друг, направляет по-дружески. Вот, поэтому этот такой тренд меняется, а как обстоит ситуация, мне кажется, что... Боятся люди идти к психотерапевту? Ну, ты понимаешь, я же вижу тех, кто уже приходит, и они уже не очень боятся. Может быть, кого-то жена притащила, понимаешь, он такой, типа, такой... Да, кстати, такое бывало. Или муж, или жена. Да, 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 да. И пациент, он так испугался и не пришел. Ну, есть, конечно, есть. Но ты же понимаешь, что здесь нельзя сказать, что именно психотерапевты. Есть люди, которые боятся всех врачей. И кардиологов, в том числе. Я пойду и что-нибудь найдут. Но в целом, конечно, ситуация меняется. И я считаю, что в лучшую сторону. Ну, просто сказать в компании друзей, что у меня плохо с сердцем, это нормально. А сказать, что я ходил здесь к психотерапевту, и оказалось, что у меня плохо с головой, мне кажется, не все вот это могут. Ну, даже неплохо с головой. Но я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Что, например, не знаю, там, 15 лет назад мне было не очень как-то удобно сказать, что я психиатр. Как-то на меня, знаешь, даже там коллеги смотрели. То есть вот так вот. А-а-а. Психиатр пошел. Да, психиатр пошел. Ну и что вы о нас думаете? У меня, кстати, ответ из американского фильма. Не помню сейчас какого, где психиатра спрашивали. Ты, наверное, меня уже анализируешь? Он говорит, нет, ты же мне еще не платишь. Но если ты начнешь, я открою свой блокнот. Давай, поехали. У нас есть час. Вот. И сейчас мне, по крайней мере, гораздо, ну, я не стесняюсь в обществе, опять же, своих коллег или друзей говорить, там, я психиатр, психотерапевт. Реакция вот уже такой, этой приближенной аудитории, она уже вполне адекватная. Мне кажется, что поэтому меняется и у людей. Хотя, наверное, в определенной степени такая есть настороженность. Психиатр, психотерапевт, психоаналитик. Это одно и то же или это разные люди? Просто у нас, мы сейчас в разговоре с тобой затронули, как бы, вот эти понятия. Ты сказал про них, и я такой подумал, типа, стоп. Ну, смотри, то есть, психиатр, это врач, который занимается лечением больших психических расстройств, куда входит, ну, не будем, наверное, диагнозы. Не, 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 диагнозы не надо. То есть, это он занимается заболеваниями большой психиатрии, так называемой, и лечит преимущественно фармакотерапией. То есть, лечит таблетками. Медикаментозно. Так, психотерапевт. Психотерапевт, вообще, психотерапия, это наука о лечении беседой и словами, да. То есть, психотерапевты редко в России, зачастую, вообще не используют препараты, считая их каким-то злым. Ну, я, например, не из таких, я считаю, если обосновано назначение какого-либо препарата, то я назначаю. Если можно справиться без нелекарственными способами, то можно справиться без лекарств и работать таким образом. Что касается психоаналитик, это психоанализ, это же вообще одна из разновидностей психотерапии. То есть, у психотерапии есть большое количество разных методов, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, позитивная терапия, гештальтерапия и так далее. И психоанализ, это просто в силу таких культурально-исторических причин, так как Зигмунд Фрейд основал психоанализ, с которого вообще вся психотерапия началась, то психоанализ, он поэтому вот так вот немножко обособленно стоит. И опять же, под влиянием западной культуры, где больше распространен психоанализ, как-то все говорят, психоаналитик. То есть, психотерапевт и психоаналитик, по сути, это один человек. Да, то есть, психоаналитик это психотерапевт, работающий в парадигме психоанализа. Вот так можно сказать. Вопрос. Много ли людей приходят не именно к тебе, но вообще вот к психоаналитику, к психотерапевту с желанием избавиться от какой-то зависимости? Ну, это хороший вопрос. Он, может быть, так немножко не... Я объясню, почему. Ну, почему немножко не в тему? Нет, потому что таких людей много, приходит в психотерапию, но конкретно ко мне не настолько много, потому что я не работаю с людьми с зависимостями химическими. То есть, я не работаю, беру в свою практику наркоманов, алкоголиков. И тунеядцев. Нет, тунеядцев люблю. Тунеядец – это же независимость, это наоборот, это крайняя степень свободы. Понимаешь, это всегда хорошо человека закабалить каким-то образом. Но зависимость может быть не только химическая. Зависимость не только химическая, конечно. И вот с нехимическими зависимостями – да. Но у нас они, в принципе, не так сильно распространены, так как не являются такими социально порицаемыми. То есть, например, вот шапоголия. Игромания, наверное, больше. Да, вот это игромания. Ну, игромания, кстати, да, оно все-таки порицается. А вот то, что человек там ходит по магазинам, постоянно шарится, это все-таки не так страшно, как он есть. Ну, а есть же еще такой вид, когда люди, вот им надо что-то мелкое там своровать, как это называется? Клиптомания? Клиптомания – это же тоже зависимость. Клиптомания – нет, это скорее не зависимость, это вид обсессивно-компульсивного расстройства такого, как раз, который лечит психиатр. Такое тоже бывает, да. Есть определение зависимости вообще? Какое-то вот медицинское? Наверное, есть. Но ты как бы… Нет, но, конечно, я его знаю. Может быть, медицинские термины, понимаешь, они настолько непонятно написаны, что… Что такое зависимость? Зависимость – это когда ты не можешь без чего-то. А, просто так? Ну, если так просто, да. И более того, что есть критерии, когда ты этого что-то не получаешь, то наступает ряд психологических и физиологических моментов. И тут гештальтерапия нужна. Да почему? Любой вид терапии подойдет. А, я просто думал блеснуть знаниями. Я в гештальте ничего не знаю, поэтому я пресек твою попытку сразу. Я понял. Просто к чему я все это веду? Можно ли рассматривать спорт, увлечение спортом, как зависимость? И вот ты, как человек, побывавший на обоих сторонах баррикад, ты знаешь эту историю со стороны спортсмена, и ты знаешь историю со стороны медицинского работника. Вот. Считай, можно ли считать спорт зависимостью? И где та грань? Когда до нее ты еще независимый, а после нее все. Тебе нужно идти к абстрактному Михаилу Москвину, и говорить доктор. Ну, смотри, есть вообще, вот если говорить про зависимости или аддикции, то их делят изначально, как я сказал, на химические и нехимические. Ну, химические мы сразу уберем, там понятно, алкоголь, наркотики и так далее. Есть нехимические. Про что мы говорили? Про игроманию, про шапоголизм, про фанатичное поведение. Ну, например, там... К религиозным оно относится? Да, к религиозным, ну, к любым фанатичное восхищение артистам, например. А, ага, увлечения. Увлечения, да. И, понимаешь, сюда можно отнести и спорт в том проявлении, в котором я сейчас вижу это. Но есть одно большое... А в каком ты видишь его? Сейчас, подожди, я перейду. Дальше есть такие штуки, как социально приемлемые или социально неприемлемые. Смотри, если человек играл и проигрывал там большие, серьезные для него деньги, например, ну, в игровые автоматы или в казино или еще в общем-то, да, то мы говорим, это плохо. Общество его порицает, семья его порицает, откуда он тащит все, да. Вот. И тут человек говорит, слушайте, я, значит, перестал играть, но теперь, вот, блин, фанатею от группы Битлз и вообще скупил все альбомы, слушаю и даже научился играть. Понимаешь, они скажут, так прекрасно, слушай, ты молодец, да. И в этом плане у нас занятия спортом, они считаются как нечто глубоко положительное, к чему я, в общем, тоже так считаю, что это глубоко положительная вещь. Но определенная грань, конечно, есть, и она включается тогда, когда нам, например, не удается позаниматься спортом. Вот мы составили тренировочный план и пропустили тренировку. И тогда наступают такие дисфории небольшие, то есть изменение настроения. Настроение ухудшается, значит, становится такое несколько тоннельное мышление, да. То есть мы не можем думать ни о чем, кроме пропущенной тренировки. Начинаем игнорировать обычные бытовые какие-то дела, да. То есть, например, нужно было сходить погулять с ребенком или, не знаю, свозить жену в магазин, но вместо этого ты лег на диван и страдаешь от того, что ты пропустил тренировку. Ну или не лег на диван, а там сидишь на работе. Ну то есть выпадаешь из обычной нормальной жизни. И у тебя усиливается тревога относительно того, что ты этого не сделал. Ты не поставил галочку, ты не пробежал свои, не знаю, цать километров, не потягал железо. Ну мы же не только пробег сейчас говорим. Ну да, вообще, про любой вид спорта. То есть ты не выполнил то, что запланировал. Вот, и это может быть таким первым звоночком относительно того, что, эй, чувак, чего-то не то. Потому что твоя жизнь не может быть настолько ориентирована только вот на, например. На одно направление, узконаправление. Вот, и это та, но эту грань, так, немножко готовясь к сегодняшнему выступлению, я смотрел, и эту грань ее толком никто не проводил. У нас не выступление. Не выступление, подожди, тут ты поставил трибуну. Я понял. К нашему интервью, интервью, да. Я понимаю, что психология такая достаточно тонкая наука в плане того, что один до врач, или, я не хочу пользоваться словом эксперт, один врач может посмотреть на пациента и сказать, что этот человек здоров, второй врач посмотрит и скажет, что этот человек нездоров. Потому что состояния, они такие достаточно много, где пограничены. Два грани. А может быть, извини, что прерву, в 88-м году, по-моему, всесоюзный тогда еще съезд психиатров был. Нам на учебе рассказывали эту историю. Показывают модельного пациента, а там академики. То есть люди все, кандидаты, члены. И тогда нам говорили, что в районе 50 диагнозов поставили они. Одному человеку. Одному человеку, но их было там, ну, человек 100. То есть там не болен, не болен, а там вот они говорят, да, болен, вот у него тот. И там огромная такая просто палитра того, что можно поставить или не поставить. Это я просто к тому отсылаюсь, что ты говоришь, что у общества нет признанных таких вещей. И ты как врач, ты смотришь и такой, да, где-то на 20% человек психопат, но на 80% он нормальный человек. Ну, то есть мы очень грубо, я привожу пример. Нету никаких четких указаний. Четких критериев определения зависимости. Слушай, ты же понимаешь, что это четкие критерии. Например, в позапрошлом году Всемирная организация здравоохранения хотела внести влюбленность в рамки зависимого поведения. Отлично. Они думали, думали и вроде решили пока не вносить. То есть, ну, как вид не химической зависимости. Вот. И глядя на, конечно, помнишь, как-то я же писал статью для Marathon Photo. Так. Про вот где, я вот помню, сейчас я вспомнил. Там, что мы оценивали, там есть такие больные бегуны, есть такие больные бегуны, есть здоровые бегуны. Это к чему? К тому, что по тому увеличению количества спортсменов, занимающихся, ну, мы, наверное, больше про циклические виды спорта знаем. Ну, скажи. Мне кажется, что идет просто перераспределение вот таких, такого относительно, тут, может быть, доктора не согласятся со мной и скажут, что ерунда какая-то, относительно зависимых форм поведения в зависимости, приемлемые обществом. То есть, если ты говоришь, я алкоголик, тебе все хлопают, да? А если ты говоришь, я там, марафонист или ультрамарафонист, тут же говорят, нет, ты молодец, ничего себе, сколько ты там бежишь? Тебя никто не спрашивает, так сколько ты, сколько ты выпиваешь? А, полтора литра водки, ничего себе! А ты не спрашиваешь, 42 километра! И это совсем другой кайф. И люди переносят, поэтому, ну, с другой стороны, и пускай переносят. И это неплохо. Просто действительно сейчас же идет тренд на, мне кажется, уменьшение потребления алкоголя. Ну, как мне кажется. Там какую-то статистику видел, что в России стали меньше пить. Ну, реально там статистика, да. Я статистикам что-то уже давно не верю. И каждый месяц выходит та или иная статистика, которая говорит вообще, там, у нас там в последнее время столько статистика потепления и климата. Ну, он же теплеет, видишь. Ну, да, и в 80-каком-то году была примерно такая же погода. То есть, и там еще какой-то промежуток примерно такая же погода. При Пушкине, мы тут выясняли, сейчас все вспомнили литературу. Да, это первое, что мне прислали. Снег выпал только, когда там в январе. Сейчас перепишут, скажут, надо, она ошибся в феврале, по старому стилю. Что-то придумали, что это в январе. В общем, смотри, такой есть момент, когда мы говорим о том, что принимается и не принимается обществом, это понятно. Но вот когда у тебя все больше и больше внимания уходит не только на то, что ты пропустил там тренировку или не пропустил, или на свой тренировочный процесс, а на то, что нужно обязательно где-то выступить и обязательно пробежать за медаль. Нужно обязательно показать это в инстаграме. Нужно обязательно всем рассказать, что ты спортсмен. Нужно вот максимально это показывать. То есть, я не уверен, что это многие могут назвать это популяризацией спорта, что я типа популяризатор спорта. Ну вот, как-то иногда мне кажется, что популяризации спорта уже настолько много, что типа, бро, то есть, если ты там спортсмен, а еще если ты вегетарианец, а еще если ты, не знаю, еще что-то, кровь пошел сдать, все, ты везде увидишь. О, ну ты, конечно, можешь есть этот бифштекс, но я бы его не ел, конечно, это не ешь. То есть, вот я в этом ключе именно спрашивал, не является ли это какой-то уже за гранью? Слушай, ну мне это кажется, что немножко не про зависимость тогда, потому что вообще, почему мы это видим постоянно, мы с тобой? Потому что у нас окружение такое, да. То есть, я как-то с кем-то это обсуждал, то есть, я говорю, просыпаешься утром, открываешь Facebook, да, и смотришь, вся страна бегает, катается на велосипеде, плавает. Первое января. И первое января в том числе. У меня нет сил первое января открыть, выжить бы, да. Вот, но есть другие люди, они говорят, да, мы открываем, тут вот реально люди геймятся, да, то есть, там вот киберспорт. И они там, еще что-то. То есть, наверное, это все-таки у нас такое узконаправленное зрение вот в том, что происходит в мире. А кто-то просто бухает при этом, да, и говорит, вот. Открывает Инстаграм, там все бухают. А там все бухают, да. Но относительно того, что нужно участвовать в соревнованиях, здесь я думал об этом, это разное. То есть, наверное, это, во-первых, такая мотивирующая часть. То есть, я должен себя... Мотивирующая часть для занятий. Для занятий, да. То есть, я не просто это делаю, потому что, а я это делаю для чего-то. То есть, там, например, как подготовка, как объяснительная схема себе и окружающим, для чего я это делаю. Бегать за медаль. Медаль, ну, я вообще люблю все блестящее, и медали в том числе. Там, когда идут разговоры о том, что бегать без медали, я вот как-то не очень согласен. То есть... Надо поощрять себя. Окей, ну да. Я, например, считаю, что там, ну, наверное, там за... Я не знаю, это относится к делу. За пять, за десять километров, наверное, можно не давать медаль. Ну, наверное, там, за полумарафон можно не давать. Хотя, с третьей стороны, есть люди, которые не могут пробежать полумарафон. Они пробежали, они хотят медаль. Вот. Но вообще, я люблю медали. Они у меня висят на медальнице. Красиво так. Я, наверное, давно не выкладывал никакие медали именно свои. Но мне они нравятся. И что касается относительно того, что там пробежал выложи, это, наверное, такая уже история, которая не только к физкультуре, к спорту, а вообще к людям. Вот как там? Съел, выложи. Ну, или ешь, выложи. Ну, то есть это такое обще-социальное явление? Мне кажется, да. Что-то случилось, выложи. Ну, вот это как-то такой перенос жизни немножко в цифровое какое-то поле, наверное. И почему это происходит? Не знаю. Мне кажется, что все-таки от того, что люди немножко отдаляются, это безопасное общение такое. Все-таки, то есть, вот, ты говоришь там, а я бы не стал это есть. То есть тут в комментариях-то можно написать, что я вот коров жалею. А если так подойдешь к человеку в ресторане, скажешь, что я бы не стал вас бештек... Он тебе бештек... Да, он может и вилку в тебя воткнуть. То есть там реально безопаснее. Как сегодня я читал с утра интервью с Сергеем Курдюковым. Это кто? Ну, это комментатор на Евроспорте, который... А, Сергей Курдюков. Сергей Курдюков, да. Лучший комментатор на Евроспорте. Не только, лучший спортивный комментатор. Он крут, да. Он очень мне нравится. И вот он тоже говорит про хейтеров, обсуждали, что говорит, в интернете это все проще. Что, ты сказал, что хочешь, и в бубен тебе не дали за это. Вот, поэтому... И здесь поэтому выкладывать, оно даже как бы безопаснее, чем там людям на улице что-то. Ну, на улице рассказывать, мне кажется, в любом, в любое время нашей истории было опасно, достаточно, да. Агитировать. По этому поводу есть другой вопрос, тоже касающийся спорта. Ультра-длинные дистанции, раз уж мы говорим про циклические виды спорта, как ты сказал, ультра-длинные дистанции в циклических видах спорта. Даже, и даже, может быть, какие-то там суперсложные силовые челленджи, как Гогенс, который подтягивался на рекорд Гиннеса или рекорд мира там даже 24 часа или сколько он подтягивался. Не за гранью нормального ли это? Сейчас ребята побегут в марафон дорог жизни туда и обратно. То есть они добегут до старта марафона и после старта побегут к финишу. Как бы сказал Гогенс. Что Михаил Москвин думает по этому поводу, как психоаналитик? Я психотерапевт, я не психоаналитик. Психотерапевт. Просто психоаналистки могут обидеться и скажут, кто. Какой же он психоаналитик, скажут они. Слушай, ну мне кажется, что здесь есть такое, как бы это дело ради хайпа. Я в этом, вот лично я ничего плохого не вижу. То есть ради... Слушай, почему ради хайпа? Ну, ради... Привлечь внимания, то что ты можешь сделать. Привлечения внимания. Даже не то, что можешь, а, понимаешь, сейчас же очень важно для... Ну, это и всегда было, просто сейчас проще это стало. Я есть. Так. Заявить о себе. Я лично люблю это. То есть, вот я, ребят, полностью поддерживаю. Если бы у меня были в воскресенье силы пробежать WDG, я бы пробежал. Но, как бы, на W у меня нет сил. И поэтому вот я их так психологически, ментально их поддерживаю. И вот эти вот рекорды... Ну, если абстрагироваться, что это твои знакомые. Мои знакомые. Давай про Гогенса. Вот он вообще не мой знакомый. Это странный человек. Там, как бы, мне кажется, на него любой психотерапевт посмотрит и скажет, что... У нас же личность, она такая многогранная, многокомпонентная структура вообще, в которой есть черты. Ну, чтобы без терминов, потому что некоторые термины медицинские, особенно психиатрические, имеют теперь социально негативную окраску. Вследствие чего, например, Всемирная организация здравоохранения убирает их. Ну, например, идиот. Вот Федор Михайлович Достоевский приложил руку к тому, чтобы... А идиот, это же диагноз и тяжелый диагноз психического расстройства. То есть, дебил, да, имбецил. Это же все термины. Определение задержки психического развития. Их сейчас изъяли, да. Потому что заменяют их другими. Потому что они уже в связи с их, я дословно не помню, высокой социальной нагрузкой. Ну, то есть, когда говорят идиот, уже понимают не термин, а, ну, оскорбление, что-то такое. То есть, homo idiotius сейчас будет, что-то такое. Ну, поэтому не будем там называть терминов. Но вот личность состоит из чего там? Из стыда. Это вот медицинский неправильно, но понятно. Из, там, кусочка вины, из кусочка, значит, такой, так, если не медицинский, как это сказать? Тщеславия, да, нарциссизма какого-то, желания себя-любия, да. И эти кусочки, они просто у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Кто-то любит в сторонке постоять, кто-то любит на стол залезть и стих прочитать, да, чтобы показать себя как-то. И я считаю, что вот достижения такие, как попытаться сделать чего-то, что никто еще не делал, это, конечно, в первую очередь, такое стремление показать себя. Причем показать себя с неплохой стороны, на мой взгляд, да. То есть, я могу переплыть, я не могу, ну, например, я могу переплыть ла-манш. Ну, круто. Люди, которые чуть-чуть в теме, они понимают, что это тяжело, для них это особая значимость какая-то, да. Я могу обижать, у меня один знакомый вокруг Исландии обижал, представляешь? Мне кажется, это психически явно ненормальный человек. Ну, надо поисследовать его, конечно. Вот, но это же тоже достижение, и про него же говорят, про тебя же говорят, Кирилл? Да нет. Ну, как нет, ты не знаешь просто, тебе не всегда говорят, когда, а так вот, если бы тебе звонили каждый раз... Знаешь, за спинами. Я отмечу, за спинами. Вот, и в этом нет ничего плохого, просто кто-то силен в том, чтобы сочинить стихи, кто-то силен в том, чтобы написать картину, кто-то силен в том, чтобы снять... Я вот сейчас смотрю мини-фильмы, например, такие короткометражки, и есть вообще обалденные такие короткометражки, которые снимают студенты, какие-то люди, ну, я не скажу, что не имеющие отношения к кино, но которые не снимали больших фильмов, но вот эти маленькие фильмы, они бывают такие пронзительные, крутые. Ну, а вот мы не можем снять кино, мы не можем написать поэму, например, да, но можем сделать что-то в другой области, в области, например, вот физической культуры. Я вот думаю, что древние греки, которые вот у них же был такой культ тела, они бы вот нас поняли, например, да, вот в этом плане ставить достижения и так далее. Ну, у древних греков и наука, философия, может быть, ну, не столь наука, как наука, в общем понимании смысла слова, но вот философия и рассуждения тоже были достаточно высоко поставлены и разве? Ну, познавательные, но я тут, может, залез не в ту тему, немножко с этими греками, треклятыми, но, наверное, все-таки там Сократ или там он не мог так бегать, как Сергей Овчинников. Сергей Овчинников, я вспоминал, как зовут этого того, который первый пробежал, но Овчинников-то ближе нам. Вот, поэтому здесь я думаю, что это дело хорошее, насколько оно там патологическое или нет, я думаю, что, ну, наверное, вот если там разбирать Гогенса, в частности, когда выписался из больницы и, не долечившись, пошел там добегать то, что не добежал. Вот это, наверное, патология, потому что она, ну, во-первых, несет риски для жизни, реальные, да, во-вторых, она не понимается как окружающими людьми, так и, возможно, им самим, но вот это вот желание завершить вот то, что не завершено, оно превалирует над тем, что он вообще делает. Над здравым смыслом каким-то. Над здравым смыслом, да. Да, кстати, если говорить о таких зависимостях и вот от этих вещах, это есть зависимость от экстремальных видов спорта, вот там это описано на уровне биохимии, потому что... Когда адреналин... Адреналиновые, да, так вот адреналиновые такие наркоманы, ну, как бы, конечно, не наркоманы, вот, здесь же тоже это есть, но, конечно, в меньших таких вот эти чувства на финише, да, вот это вот... Нам пример приводили, когда я учился, по-моему, в 80-е годы или там конец 80-х, наблюдали человека в США, который любил бег и очень много бегал, и настолько, значит, ему не хватало эндорфинов, которые выделялись при беге, что ему приходилось ночью вставать, он просыпался ночью, и у него было строгое желание идти бегать. Он пробегал там 5-10 километров и ложился спать и опять засыпал нормально. И вот, ну, это у него происходило регулярно, то есть он такой, типа, надо бежать, ну, типа, надо бегать, типа, хочу бегать, вот прям вот как вот... Вот такой вот пример нам всегда приводили, и, ну, когда на вводном курсе психологии, и говорили, что вот это вот может быть, типа, и непонятно лечить это, ну, то есть как это лечить? Вот. Ну, они решили понаблюдать просто. Да, да, человека просто наблюдали, и я, честно говоря, не знаю в конечном итоге, чем это все дело закончилось, но вот такая ситуация она была. Слушай, ну, здесь, ну, во-первых, для того, чтобы это можно было считать какими-то серьезными исследованиями, это надо там минимум 250-300 человек, да, то есть люди, они действительно бывают очень разные, и нехватка эндорфинов. Ну, я абсолютно, допускаю, что такая история могла быть, конечно, другое дело, что там, ну, наверное, его еще исследовали там биохимию, чего ему не хватало конкретно, когда, может быть, это просто была там патология органа какого-то железы, ну, внутренней секреции, которая... То есть, возможно, к психотерапии это никак не относилось? Ну, я думаю, что это никак не относилось, если его и не лечили никак, да, то есть, скорее, это относилось, ну, все-таки к, действительно, телу, тому, что чего-то не хватало у него, и он мог, собственно говоря, тогда, если речь про эндорфины, каким-то и другим способом это реализовывать, ну, например, еще чем-то. Не знаю, ну, просто такая вот, ну, а как экстремальные виды спорта, ты говоришь, в зависимости от экстремальных видов спорта, ее лечат, ну, или... Ну, там, слушай, это вот такая область, которую, как правило, обычно и не лечат-то вовсе, потому что, как правило, ну, понимаешь, кто будет лечить сноубордиста, который, там, вот, любит гонять на доске, Ну, то есть, ему и в голову не придет, по большому счету, обращаться к специалисту. Ну, то есть, типа, диагноз есть, но этих людей никто не лечит. Никто не лечит. Не, они же могут попадать в поле зрения по-другому, ну, например, что, если у них поведение совсем, там, выбивается, они попадают по-другому поводу. Например, не знаю, не дают ему кататься на доске, или вот он ехал, сломал ногу и не катается. Сезон проходит, снег тает, он не катается, и начинаются, там, например, не знаю, повышенная раздражительность, нарушение сна, утомляемость, не знаю, агрессивное поведение. И вот ему говорят, слушай, ты вот как-то... И он сам понимает, что что-то со мной не так. Наверное, обращается к специалисту, его, там, от чего-то лечат, попутно выясняется, что, ага, ты, оказывается, еще, вот, там, спортсмен-экстремальщик, ну, как бы, там, вместе это связывают, вот, начинают им заниматься. Вот, но так, что просто я, вот, значит, занимаюсь, там, горнолыжкой, или прыгаю с парашютом, или гоняю на мотоцикле, или еще прочее. И вот мне из-за этого надо обратиться. Такое, конечно, минимальное количество. Я думаю, что, не знаю, у меня ни разу не было, у коллег не слышал, но, наверное, может быть, к кому-то кто-то обращался. По настоянию родственников. Говорят, ты же убьешься. Не, ну, просто, да, эти все виды спорта или виды деятельности связаны с тем, с летальным исходом в конечном итоге. С возможным. Ну, да, да. Все, все мы связаны с летальным исходом, а эти с более быстрым, я имею в виду. Вот, возможным летальным исходом. Понятно. Зависимость вообще, практикуется ли замещение одной тяжелой зависимости, другой, которая там без опасности для здоровья идет, или без... Можно ли игроманию вылечить, к примеру, увлечение бегом? Абстрактно. Раз мы просто про спорт вообще говорим. Слушай, вот эта тема, она такая интересная, как я все планирую, планирую, я никак не допланировал заняться этим. То есть, можно ли действительно бегом, ну, или физической нагрузкой, физической активностью лечить некоторые психические расстройства? Или, по крайней мере, ослаблять их? Или уменьшать количество медикаментозных препаратов, используемых при лечении? Гипотеза такая, что можно. По поводу, сейчас я к этому вернусь, по поводу замещения. Однозначно, что используют... Вообще считается, что если человек зависим, то он зависим, ну, вот так все всегда. Или жрать он будет, то есть, вот такие вот... То есть, это типа не лечится? Да, ну, что это такая вот черта характера, которая, что вот должна быть какая-то зависимость. И однозначно, что когда вот идет вопрос о терапии, например, героиновых наркоманов, слушайте, а если он героин принимать перестанет, а начнет в карты играть, это успешный исход лечения? И сейчас оценивают, что да, конечно, успешный, потому что риск жизни, он все-таки гораздо ниже. А можно ли заместить потом игру в карты, например, шапоголей? Сформировать некоторую еще более легкую зависимость, ну, то есть, которая еще меньше его наносит отнош... Социальный вред. Да, ему, его семье. Так это успешно будет? Конечно, успешно. Если мы будем говорить о том, чтобы формировать беговую зависимость, например, у пациентов с, ну, той же игроманией, мне кажется, это прекрасный исход. Другое дело, что этим мало кто заним... Ну, этим, по-моему, никто не занимался, вот насколько я... Замещение спортивной активности в физическую активность. Да, вот. Но смотри, что происходит в реальности, да, мы, ну, по крайней мере, вот в спортивной тусовке видим это достаточно часто, да. Так, был алкоголик, стал мегафонец. Раз. Вот это. Это первое. Второе. Ну, давай возьмем более распространенное и менее заметное, ну, вот так, менее бросающееся в глаза. Когда человек был там, ну, допустим, скажем, с избыточной массой тела, был толстый, решил бросить, значит, решил похудеть, начать заниматься спортом. Так это же, слушай, на самом деле такой частичный переход из одной зависимости к неконтролируемому потреблению пищи, к зависимости бега. Ну, я не вполне с этим согласен в том ключе, что этот полный человек, не будем называть его жирным. Да давай назовем его жирным. Полный человек, он может, ну, он может не страдать неконтролируемым поеданием пищи. Вот в чем дело. В наших реалиях современных, когда ты в какой-то момент пересаживаешься в офис, в кресло в офисное, не обязательно ты жрешь все подряд и полнеешь. Ты можешь полнеешь по разным причинам. По какими, ну, по какими. Одна из этих причин уменьшения физической активности. Гиподинамия. Да. Гиподинамия. Слушай, так смотри, тут, во-первых, я придерживаюсь, тут я не диетолог, да, но, как вот мои коллеги, с которыми мы так общаемся, но мы все переедаем. Вопросов нет. Абсолютно. И если мы понимаем, что мы переедаем, но переедаем, то это и называется неконтролируемое потребление еды. То есть ты имеешь в виду те, кто не придерживается какой-то диеты? Да, но вот человек знает, что в офисе он потребляет, ну, вот, как там эти разные есть данные, ну, пускай давай назовем, что там 2500 калорий. И если посчитает, а он ест там 4, он понимает же, что переедает. Так. Но при этом он ничего не делает. То есть продолжает переедать. Можно же на самом деле не заниматься физической нагрузкой, можно пойти к диетологу, к эндокринологу, тебе пропишут диету, ты будешь ее придерживаться, все, спортом заниматься не обязательно. Но ты любишь жрать. Я люблю. Нет, я имею в виду, что… Я люблю жрать, если что. Мы говорим про какого-то этого человека, который как бы переедает. Ты говоришь, спортом заниматься не обязательно, но ты любишь жрать, поэтому ты этого делать не будешь. Поэтому ты делать не будешь, либо ты не можешь от этого отказаться, либо… Ну, здесь есть много разных причин. Понятно, что я это сделал, этот пример такой, но он все-таки более просто, чтобы так, ну вот сказать, ага, вот, знаете, вы все знаете таких людей. Но большая часть, действительно, то есть даже на одном известном ресурсе, знаешь, так есть, был больше ста, стал меньше ста, был такой, стал вот такой. Ну, такого просто, как коррекции питания, там, и одним спортом не добиться. Ну, то есть, это реально переход, когда ты, это такая синергия, усиление, то есть ты и есть там начинаешь меньше, и тренироваться начинаешь больше, и плюс к тому, что ты ешь там все меньше и меньше, потому что тренируешься все больше. Через два года меняешь мениски. Да ну, ну кто, я вот не знаю ни одного, кто мениски поменял. Ну, серьезно, а потом же не обязательно бегать только, я же все-таки портреатлетов больше, наверное. Они лечат мениски на велосипедах. Понятно, но, слушай, на самом деле мы тут говорили недавно буквально с нашим с тобой общим другом, врачом общей медицинской практики, Борисом Шеляпиным, и он как раз сказал такой момент, что диетология и психотерапия, типа, идеальный вариант для того, чтобы похудеть. Ну, то есть ты можешь ходить к диетологу и сколько угодно, но если это вместе с психотерапией, то это как бы на 50% повышение результата. Ну, абстрактно. Нет, я согласен с этим, потому что были такие проекты, когда, ну, и сейчас, по-моему, есть даже у нас в городе клиники, которые работают там в тандеме, идут диетологи, психотерапевты, вот, и работают. То есть, да, результаты лучше, но, опять же, это формирование такой какой-то, на мой взгляд, такой другой доминанты. То есть просто мы, как мы говорим про спорт, мы сейчас говорим спорт, а можно же другую, то есть можно же, в принципе, там, любое сформировать, там, увлечение или такую, ну, можно зависимость не называть это, но такую, там, модель поведения перестроить. Просто нам приятнее, там, бегать, например, или ездить на велосипеде. Насколько это длинный путь вообще? Длинный путь психотерапии, ты имеешь в виду, или спорта? Длинный путь замещения одной зависимостью другой, насколько можно вот быстро в человеке сформировать зарождение вот этой новой, нового увлечения. Мы не будем называть это зависимостью нового увлечения, которое покроет то, что было раньше. Слушай, так, я вот даже не скажу конкретные сроки, потому что ведь перед тем, как человек вообще начинает заниматься, очень про психотерапию, да? Да. Психотерапии он же проходит сначала обследование, да, то есть... Обследование какое? Ну, у нас есть клиническое обследование, то есть когда с врачом беседуют, то есть это же медицинская специальность, собирается анамнез, анамнез жизни, анамнез болезни, отягощение анамнеза теми или иными факторами. Это психологическая диагностика, то есть там, слушай, это психолог, клинический психолог, он тестирует, и там огромное количество вопросов, и нельзя, то есть составляется профиль личности, смотрится там интеллект, и процессы память, мышление, внимание и так далее. Я говорю, что это для психотерапевта такая же штука, как для хирурга рентген примерно, да, то есть вот так не видно, а на рентген посмотрел, да, понятно. То есть это определенная карта такая человека. Да, то есть определенно человек, вот он так наизнанку выворачивается, но в случае с психологами нежно, потому что ничего его никто не вскрывает, да. Вопросов много в тестах только, там придется потрудиться. То есть это получается, на самом деле, длительный очень... То есть, ну, нет, ну это можно, это все, в принципе, обозримые сроки такие, то есть, там, ну, две-три недели, да. После этого, исходя из того, человек с какими личностными чертами, с какими, возможно, там есть какие-то пограничные заболевания или нет, и зависимость, она тоже формируется по-разному, вот. При разных причинах одна, причины могут быть разные, а результат может быть формирование зависимости. И может быть такое, что зависимость – это лишь следствие, и мы тогда должны лечить основную причину. Например, что это какое-то обсессивно-компульсивное расстройство, да, которое вообще нужно полечить таблеточками, психотерапией, и эта зависимость, она уйдет. То есть, как симптоматическая такая. Поэтому срок, я сказать здесь не могу, но это просто... Ну, все индивидуально. Да, индивидуально, но, скажем так, что вообще мы говорим там полгода-год, да, то есть вот... То есть, если ты попал к психотерапевту, то будь добрым на полгода-год уже бюджет будет. Это же зависит, опять же, от интенсивности встреч, то есть насколько нужно человеку там быстро с этим справиться. Есть же там такие курсы с полным погружением, то есть когда человек там ходит в таком, это как марафонский такой, да, то есть. Есть психотерапевтические группы, которые, они ускоряют процессы вот индивидуальной терапии. Это как группы анонимных алкоголиков? Слушай, ну, у нас просто все в России, вот когда ты говоришь, там знают или не знают, когда люди садятся в круг, реально, вот это, на обучении, на групповой терапии люди сели в круг и обязательно кто-нибудь скажет там, здравствуйте, я Михаил, я алкоголик. И все такие, а, точно, и похлопали. На самом деле существует же большое количество других групп, то есть это и психодинамическая, где она как группа личностного роста и как разбирать свои внутренние причины, вот приводящие к тем жалобам, с которыми ты пришел. Есть суппортивные группы, где люди просто, они просто встречаются каждую неделю, понимаешь, мы на пробежках встречаемся, чем-то делимся, а они встречаются в группе, люди с разными проблемами, с разным социальным статусом, с разного пола, разного возраста. И они, вот формируется такая группа, они просто друг друга поддерживают, они выговариваются, они дают советы, они сами с собой работают. То есть это, в принципе, группа, где люди лечат людей. Там врач, он присутствует или психолог, как модератор такой скорее. Модератор этого чатика. Да, модератор этого чатика, совершенно верно. Вот, и поэтому существует большое количество групп, а вот группа анонимных алкоголиков, вот группа 12 шагов, это, кстати, один из единственных признанных эффективных методов, хотя многие коллеги с этим спорят. Я лично считаю, что они работают, да, по устранению зависимости вот именно там химических, там про алкоголь, про наркотики идет речь. Вот, что реально такие механизмы для помощи людям. Если они настроены на это. Вот, поэтому, ну вот по поводу сроков, да, есть разные способы ускорения, значит, какое-то переформатирование вот этой вот терапии, опять же, дополнение лекарствами и так далее, то есть разные. Ну вот конкретно, ну давай полгода назовем. Ну понятно. Полгода, запомните, не больше. Ты в своей практике сталкивался с тем, чтобы помочь человеку избавиться от какой-то проблемы, ну или решить какую-то проблему, наверное, так будет правильно сказать, привлекая его к спортивной деятельности, к физической активности вообще. Слушай, ну помимо того, что я вообще иногда людей, конечно, склоняю к этому, говорю, что вам нужно заняться, обязательно надо заняться триатлоном. Ну это правда, такое бывает. Ну, конечно, оценивая, что человек, он находится в хорошей, адекватной форме физической, такого, чтобы это помогало. Я помню, мы, у меня были такие беговые даже занятия, когда я некоторых пациентов вытаскивал на пробежки, мы с ними бегали. Я скажу, что это было просто не системно, чтобы давать какие-то результаты относительно этого. Не системно. То есть их просто количество этих людей не хватит для того, чтобы даже первичный анализ провести даже. Мы не говорим о научном исследовании, а даже для личного исследования. То есть их было не так много. Но какие-то перспективы в этом ты видишь? Слушай, я вижу на самом деле, и не только я, и коллеги, с которыми мы обсуждаем возможности этих исследований, по лечению тревожных расстройств. То есть что такое тревожное расстройство? Это когда у тебя тревога. Все просто. У меня может быть тревога по поводу работы, или тревога, потому что у меня болит зуб. Да, тревога есть нормальная и патологическая. То есть нормальная тревога, когда тебя хотят уволить, и ты тревожишься. Или когда болит зуб. Да, а что, я пойду к стоматологу, он мне его вырвет нафиг, придется его имплантировать, а это больно, дорого, я не хочу, господи, что делать. Да, это нормальная тревога. А тревога патологическая, это когда у тебя нету повода. Просто возможно у многих из наших зрителей тревога есть, да, они при этом не знают. Мысленные результаты. И они бегают, они бегают. Это, кстати, правда. Нет, подожди, нету повода, и ты типа такой идешь-идешь по улице, и такой, блядь, что-то тревожно стало. Да, так и есть. И сейчас очень частый запрос, даже в интернете я смотрел, что такое панические атаки. Это вообще, слушай, супер тема. Сейчас все приходят с паническими атаками. А они сами себя диагностируют? Да, у половины панических атак нет. Ну, то есть если разбираться, то это там тревожно-фобическое расстройство, там приступы пароксизмальной тревожности. Во-во-во-во. Вот, это хорошие слова. Так надо было с этого начать, да? Вот, и реально, то есть беспричинная тревога, либо степень этой тревоги не соответствует степени раздражителя. То есть тебе задержали на, я не знаю, зарплату на один день, а ты тревожишься, что все, это значит, что меня уволят. Короче, и вот ты начинаешь, запускается механизм тревоги, ты не можешь остановиться, не можешь им сделать ничего. Ну, просто, в этих случаях говорят, ну, просто человек такой. Просто человек такой, просто человеку такому трудно, и он ищет пути выхода. Просто есть реально у некоторых людей, ну, вот знаешь же, что есть люди со страхами, да? Фобиями. С фобиями, да. Конечно. Мы все знаем про клаустрофобию. Я боюсь психотерапевта. Ты боишься психотерапевта, я вижу, смотри, у тебя, ты покраснел, пульс увеличился. Дышишь часто. Потливость. Какой у тебя пульс, посмотри на часы. И это мы знаем, что такое, что да, страхи есть, про панические атаки уже люди знают, что они есть. А есть уровень тревоги, который вот вроде бы он еще как не заставляет человека бежать к психотерапевту или идти к кардиологу, чтобы говорить, у меня частый пульс постоянно или еще что-то. Ну, вот такой базовый уровень тревоги, который, кстати, можно померить, вот если делаешь психологическое тестирование, то, что я рассказывал с психологом, там, можно посмотреть, какая тревога, напряжение, шкалы вот эти все. Вот. И ты тогда что делаешь? Начинаешь пытаться как-то эту тревогу облегчить. Это что может быть там, например? Какое-то ритуальное поведение, например, да? То есть ты когда, не знаю, там… А, типа счастливый ритуал как? Счастливый ритуал, да. Перед тем, как выйти на работу, нужно… Как что-то сделать, нужно сделать счастливый ритуал. Да, поковыряться в зубах или там зубной щеткой ухо почистить. И ты знаешь, что это уменьшает проявление тревожности. Или что можно сделать? А можно выпить немножко? Ну, это же алкоголь такой есть. Я думаю, для семьи вы очень рекомендую. Да, ну вот, выпил чуть-чуть, тревога уменьшилась. Но на алкоголе ты тоже мне надо все время сидеть. Вот, есть… И сейчас усмехнулись за экранами, половину страны такие. Слушай, нас половина страны посмотрит. Я думал, там человек пять. А можно действительно начать, ну, не обязательно бегать, а все-таки заниматься физической культурой. Потому что реально просто происходит при физической нагрузке разрушение тех гормонов, которые в том числе обеспечивают адреналин, норадреналин. Они как бы горят, как в топочке у тебя, когда ты занимаешься. И после этого тревога становится меньше. А сейчас вот я подумал, можно же дыхательной практикой заняться. Так и огромное количество занимается людей йогой, дыхательными практиками, этими цигун и все прочее. Не, ну просто йога и цигун – более сложные в координационном смысле вещи. И многие не смогут… Да что ж там многие? Мы с тобой не сможем так наклониться и согнуться, как того требует йога. Вот. А дыхательной практикой – сесть на стульчик или еще лучше растянуться на полу и подышать, и диафрагмальное дыхание потренировать. Это же проще, чем бег, проще, чем йога и тот же самый цигун. А эффект, как говорят, но медицина не очень сильно это принимает или там говорит, что это хорошо или плохо. То есть, как бы говорят, что да, можно понизить и пульс, и дыхательными практиками, и, соответственно, из стрессовой ситуации выйти. Из стрессовой ситуации можно выйти, точно есть такие, ну, в моей даже практике некоторые там упражнения, которые позволяют в том числе и паническую, паническую атаку купировать. Это я к тому, что тут, как бы, ты бегать выходишь, ты такой… У тебя глаз по пять копеек, пульс сто шестьдесят, ты бежишь, потеешь, как бы, и такой, типа, нет панической атаки. А тут, наоборот, ты, типа, такой сел, такой… Нет, так вы, видишь, это же к разговору о том, что все мы разные люди, и к разговору о том, что мы с тобой видим одну часть. То есть, я, ну, больше вижу бегунов, марафонцев, ультрамарафонцев, триатлетов, потому что и в организаторской деятельности я смотрел на них там одними глазами, когда это мои товарищи там… Да, когда они приходили к тебе в кабинет, ты уже смотрел на них другими глазами. Другими глазами, да. Вот, и когда это просто ребята, которые рядом с тобой стартуют, то есть, ты смотришь на них третьими глазами, и… но мы не видим ту огромную массу людей, а я так подозреваю, что это огромная тоже масса людей, которая занимается и дыхательными практиками, и йогой, и… Слушай, там, ну, есть же разные там, по женщинам, например, бегают, да? Это же тоже как способ там у мужчинника… А, ну, в том числе… К женщинам бегают. К женщинам, да. А ты уже подумал, по женщинам бегают, думаю… А, бегают, бегают. Что это, да? Что это за спорт такой? И почему еще я о нем не знаю? Почему я о нем не знаю? Вот, ну, например, чтобы просто так интерес тоже аудитории разогнать, бегают к женщинам, уменьшают тревогу тоже. То есть, на самом деле, есть большое количество вещей, которые люди используют. Но вот есть определенный процент людей, которые используют физическую культуру. И, на мой взгляд, вот говорить о том, что может ли это помогать в лечении, что просто это разработка такого метода, где именно занятия физическими упражнениями, в частности, ну, если я дойду до этого… Ну, циклическим видом спорт. Цикликой, да. Вот лыжи, бег, там, велосипед. Потому что это все близко и понятно, как это работает на себе даже, да? То вот знакомить людей, которые еще… Они вот вышли в мир тревоги и не знают, что с ней делать. Например, идти пить антидепрессанты. Я всегда говорю, что не надо бояться лекарств. Надо их правильно назначать, правильно подбирать, правильно отменять. И все у вас будет окей. Вот. Но кто-то, допустим, не хочет. Им говорит, ну, окей, не хотите таблетки. Давайте попробуем альтернативный способ. Он не нанесет вам никакого вреда, принесет нам только пользу. Но конкретно метод еще, он этот не разработан. Ну, например, сколько надо бегать, на каком пульсе, да? Кому это показано, кому противопоказано? Какой объем исследований нужно для этого сделать? А он не разработан у нас или и за рубежом тоже? Он вообще не разработан, да. Это очень странно, потому что у нас психотерапия, мне кажется, немножко отстает. Ну, немного не настолько развита. Не будем говорить, отстает. Не настолько развита, как за рубежом, где это все более, где это раньше началось. Вот, в открытом доступе. Понимаешь, что, ну, особенно-то никто не связывает. Ну, вот есть тревожные, вообще, как мнение ученых, да? Вот, относительно физической нагрузки. А вообще всех. Британских. Я думал, как, что, понимаешь, кто такие ученые? Это прекрасные люди, но они сидят в кабинетах, у них гиподинамия. Зачастую. Не все, слушайте, ученые, простите. Особенно британские. А на английский ты будешь переводить? Нет. Нет, да, британские, значит, нам на вас наплевать. Вот. И ты когда говоришь вот с... Но они могут посмотреть с субтитрами. А есть субтитры? Конечно, автоматические. А, британские ученые, опять ссори. Вот. Что мы можем сказать? О том, что, когда они слышат, ну, по крайней мере, вот, ребята, знакомые мои, друзья, коллеги, которые вот сидят в лабораториях и реально двигают науку. То есть, реально занимаются наукой в нашей стране. Они говорят, сколько километров там? 20 километров ты пробежал. Я говорю, ну, 20-то это что? Сколько? 40? Да ты что? Да это же так вредно. И они, как ученые, начинают тебе говорить, что да, ты выкинешь свои мениски, потом после менисков ты выкинешь забедренные суставы, но их, слава богу, тоже меняют. Поставишь титановый, мы знаем, где заказать. Да? Потом ты убьешь сердце, а это хуже, потому что донорское сердце хрен достанешь и дождешься. Вот. Ну, и, наконец, слушай, ты же психиатр, психотерапевт. И что ты делаешь со своими мозгами? Мне кажется, что тут, конечно, есть коллеги, я знаю коллег психотерапевтов, которые занимаются тоже спортом, но их удельная масса не настолько велика, чтобы это вот перевалило. То есть, ну, вот то, что я говорю, это же идеи какие-то, да? И там кому-то кажется, там, фантастикой, да? Так вот, чтобы набралась критическая масса и это перевалило за то, чтобы это приняли, должно пройти какое-то время и, опять же, набраться вот этот материал. Потому что даже, ну, вот я представляю, там, ну, допустим, сделать работу, диссертацию, да? Ее же надо защищать. Конечно. Перед людьми, которые весят, ну, там, за 150 килограмм, например. И ты им говоришь, слушайте, если вы пробежите, там, двадцатку будете бегать, там, три раза в неделю на таком-то пульсе, вам придет счастье. Они скажут, ты что, что ли? Они так и говорят, когда они знают, знают, говорят, сколько там, сколько там, ты что? 180 на велосипеде, да, ну, это вредно. Поэтому здесь, наверное, я думаю, что и нету такой связки, и нету еще об этом речи пока, вот о том, чтобы конкретно разработать метод, который был бы приложен вот от А до Я, то есть, кого брать, что с ними делать, конкретные пошаговые руководства, то есть, ну, такого нет. Есть какие-то такие в роли докладов, в форме докладов, я читал. Миш, время уходит, времечко-то уходит, на это надо минимум лет 10 по-хорошему. А, в этом плане, я думал, пора сейчас закругляться. Не-не-не-не. Уже думаю, так, что еще надо сказать, что сказать, надо телефон свой успеть сказать. Вот. Я к тому, что надо брать быка за рога. Надо брать, ну, а видишь, вот, лучший бык такой, упертый, тут же надо на Ренмена сделать с улучшением, вот, надо же еще все-таки там посвимранить хорошенечко. В Инстаграм попостить. Слушай, в Инстаграм не постил два года ничего, после первой железной дистанции, не делал ни одного поста. Даже, я даже не знаю, что сказать. Какой же ты психотерапевт? Какой же ты психотерапевт? Ну, все поменяется кардинально. Сейчас, кстати, вот, готовлю тоже свой такой, как это у у вас называется канал, или свой такой, настраиваю свои социальные медиа. Социальные медиа, да. Канал по взаимодействию, опять же, друзья, и с вами, и с вами тоже, друзья, да. Вот, чтобы не в чатиках там сжаться, а перед всей публикой всенародно рассказывает, что идем бегать или там прыгать или лечиться. Или лечиться, да. Где там канал посвященный психотерапии, так что милости просим. Вот скоро-скоро он будет готов допилен. Канал где? На Ютубе? В Инстаграме. В Инстаграме. В Инстаграме будет, оставлю его в описании под этим видео, так что заходите, читайте, пишите Мишу вопросы. Пишите вопросы. А он вам цену скажет. Цена, да, цена договорная. Нет, на самом деле, кстати, это, я вот люблю, чтобы цена была написана. Это у тебя в Инстаграме будет. Это в Инстаграме будет, да. Ладно, не будем углубляться. Какие еще вопросы у вас есть, Кирилл? Потому что цена, вы же понимаете, время. Я думаю, что для первого раза очень круто поговорили и хоть и общие вопросы, но на самом деле много всего интересного про психотерапию, чего, в принципе, не почитаешь в чатиках мамочек, которые чаще всего общаются и ищут информацию в интернетах. Я предпочитаю информацию брать из каких-то более-менее первых рук, поэтому мне интереснее все делать как раз с врачами, поэтому я и стараюсь записывать эти видео с людьми, которые считай компетентными в своей сфере. Хоть кто-то сказал, что это. А мне обычно говорят, доктор, вы не компетентен. Я скажу, нет. Я пособираю еще сведения о тебе перед тем, как постить этот выпуск. И я надеюсь, в общем, что мы с тобой еще что-нибудь запишем. И мы больше года, наверное, пытались встретиться и записать это видео. Больше года. Больше года, я думаю, что да. Ты представляешь, как меня прорвало, зато какая выдержка была. Выдержка. Сумасшедшая просто. Ну вот, поэтому, Миша, спасибо. Вопросы? Какие, если у вас будут вопросы по вообще теме спорта и психотерапии, оставляйте их в комментариях и обратную связь от Михаила обязательно получим. И что вам интересно было бы узнать вообще про спорт и психотерапию и просто про бытовую какую-то психотерапию. В общем, оставляйте свои вопросы в комментариях, пишите, насколько это интересно. И мы с Мишей что-нибудь еще снимем по этому поводу обязательно. Что-нибудь душевное про душу. Про душу, это точно. Так что, ребят, спасибо за внимание. Миш, спасибо тебе. Тебе спасибо. Пока.